Здравствуйте! Ноябрьские праздники отгремели, но приятное послевкусие все еще с нами. А сколько всего интересного и значимого произошло в первой неделе ноября. В Осиповичах, например, открыли новую школу. В Минске крутой современный бассейн. Но главные события произошли в нашем обществе. Именно в эти дни оно стало еще сплоченнее. Почему? Обсудим сегодня полный голос. Надо отметить тот факт, что для нашей страны, для белорусов, прежде всего народа, День Октябрьской эволюции – это первая ступенька создания независимого суверенного государства. Именно в рамках Советского Союза мы получили право на создание Советской Социалистической Белорусской Республики. Белорусский Республиканский Союз молодежи является правоприемниками комсомола. И в комсомоле была заложена хорошая традиция, студотрядовское движение. Кто встал первым на восстановление страны после Великой Отечественной войны? Это всесоюзные комсомольские стройки. В этом году мы отмечали – это Целина, это БАМ. В этом году было 60-летие БАМа. Приглашаю всех. Мы, коммунисты, тоже выставляемся на марафоне «Единство». Будут очень интересные выставки. Мы организуем интерактивные игры. Акции у нас будет. Очень много можно в чем поучаствовать. Здесь будет выставка «Назад в СССР». Приглашаю всех посетить и город Бабрусь, и город Могилё выставку. Всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях. Дмитрий Александрович Роговцов, проректор по идеологической и воспитательной работе Могилёвского государственного университета имени Аркадия Кулешова, кандидат политических наук, доцент. Михаил Михайлович Жудро, первый секретарь областной организации Коммунистической партии Беларуси. Александр Александрович Саксонов, первый секретарь обкома БРСМ. И Диана Комарова, председатель молодежного парламента при Могилёвском городском совете депутатов. В минувшие выходные в Беларуси появился очередной народный флэш-моб. Напомню, 7 ноября состоялся очередной матч группового этапа Лиги конференции УЕФА. И на трибунах среди зрителей присутствовала белорусская болельщица Татьяна, которая с гордостью держала государственный флаг Беларуси, потому что играла команда Минского Динамо. Конечно, не обошлось без провокаций со стороны радикально настроенных беглых, которые обосновались в Польше на трибунах. Они, разумеется, держали бочебешный флаг. И давайте посмотрим, чем всё продолжилось. Я вышла замуж, сейчас у мужа, новая собака, гражданка Беларуси. А почему вот в таком виде, с таким флагом? Потому что я родилась, когда был такой флаг, и я хочу умереть с таким флагом. Ну вы почти пришли сюда по адресу. Ну как бы да, в данном случае, как сейчас, меня здесь немножко уже все штурхают. Я думаю, что не можно быть другого флага. Почему? Потому что я так считаю. Станя, мы с тобой за этот флаг король. В чужих краях поднять наш флаг. Гордиться родиной, народом. И пусть достойнейший твой шаг для беглых выльется позором. Беларусь – это страна сильных женщин. Молодец, Татьяна. Под белорусским флагом делаются добрые дела. Это наш флаг. Другого нам не надо. Таня, мы с тобой. Действительно, Таня показала, что Беларусь будет отстаивать свой флаг, свои символы. Александр Александрович, вам как кажется? Почему сегодня важно и необходимо поддержать своих? Уважение к нашим государственным силам – это флаг, это гимн, это герб нашей страны. Они олицетворяют историю, они олицетворяют нас. Это, наверное, самое важное, что есть у нас. И поэтому оно с детства уже заложено у каждого белоруса. Я помню себя с детства, когда, смотря все Олимпийские игры, когда поднимается наш флаг и звучит гимн, будучи маленьким ребенком, это такая гордость была. Это замирало все внутри. Поэтому флешмоб этот, который запустился, он поддержался, я уверен, каждым нашим белорусам. Вы правильно отметили, что вне зависимости от возраста все поддержали. Потому что в нем олицетворено все наше. Начиная от тех традиций, которые были заложены нашими предками. И наше становление, современное развитие, и наше будущее. Все за ним. Поэтому это все, что у нас есть. И мы не можем не отметить, что действительно это поступок? Она настоящий патриот. Видно, что она любит свою страну, своих людей. И это очень ярко выразилось. И люди поддержали ее. Да, это героический поступок. Потому что, как мы знаем, ограниченное использование государственных символиков, нашей белорусской государственной символики на международных соревнованиях. Надо дать должное, что, может, потом меня переначат где-нибудь соответствующие телеграм-каналы, либо в логове, будем так говорить, БЧБшников. Появился человек, который действительно продемонстрировал символ страны. Который, я подчеркиваю, был одобрен большинством белорусов в 1995 году по инициативе главы государства. Был проведен республиканский референдум. На котором был принят соответствующий вариант государственного флага Республики Беларусь. Который мы с некоторой редакцией имеем и сейчас. И вот эти массовые флешмобы, массовые ролики, которые сейчас пристроят социальные сети, интернеты, показывают о том, что даже с 1995 года все равно вот этот государственный флаг Республики Беларусь объединяет всех белорусов, всех граждан Республики Беларусь. И молодежь тоже подключилась? Молодежь, конечно же, гордится тем, что в нашей стране есть такие люди, которые действительно не боятся и отстаивают право белорусов. Скажу так, что наши ребята, которые в молодежном парламенте, вот когда был флешмоб НАДО, мы, естественно, подключились, и я попросила ребят записать видео, потому что я была тоже вот в Минске, и то есть всем собраться нам не получилось, но каждый, где находился, он как бы записывал. И девочка в это время находилась в Турции, и когда она мне прислала видео с белорусским флагом, честно, я очень удивилась, и я поняла, что у нас на самом деле самая лучшая молодежь. То есть они с собой флаг возят даже вот просто в другую страну. Здорово. Мы в это время, пока был флешмоб НАДО, с моей коллегой Аней были в Калининграде. И познакомилась с жителем Конго, говорит, когда он услышал, что я из Беларуси, первое, что он сказал, Александр Лукашенко. И мы, конечно же, не могли с ним не записать, тоже подключиться к флешмобу, и он нам классно сказал «Батька, надо», потому что к такому подключается со всех стран мира. И 7 ноября, опять в тот же день, когда Татьяна проявила свой героизм, у нас начался третий этап электоральной кампании – сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. О том, как это было в Могилеве, давайте посмотрим наш следующий сюжет. Я очень рада, что сегодня, в такой праздничный день, можно внести вклад в будущее нашей страны. Я активно принимаю в этом участие и призываю всех граждан, чтобы они участвовали, высказывали свое мнение, потому что я верю, что наше будущее для молодежи, так и для взрослых людей будет процветающим. Чтобы претенденты и дальше могли участвовать в президентской гонке, необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Свою подпись за кандидатуру оставил и Сергей Соловьев. Он рассказал инициативной группе, что его жена болеет, однако оставаться в стороне от важного политического события не хочет. Поэтому инициативная группа пришла к Лидии Григорьевне домой. Мы всегда посещаем добросовестно, голосуем. Ну и не стараемся и живем по законам, государственным и Божьим тоже. Согласно избирательному законодательству Беларуси, осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах по месту жительства или работы избирателя. Чтобы поставить подпись за кандидата, у избирателя при себе должен быть паспорт. Я только за мир, чтобы был мир во всем мире, чтобы все люди одумались, чтобы пришло братство, единство во всем мире. Так гойко на душе, когда видишь смерти. Это очень горько. Неужели люди не одумаются? А наш Лукашенко Александр Игоревич только за мир. Самый мирный президент. Избиратель может поддержать несколько кандидатур, однако только один раз может поставить подпись в поддержку одного и того же потенциального кандидата. Мы родились в сильной независимой стране. Мы выросли, отучились, уже создали свою семью и уже растим, своих детей воспитываем. На примере нашего президента. Выбор однозначный. Мы только за политику нашего уважаемого президента Александра Игоревича Лукашенко. Сбор подписей продолжится до 6 декабря. Александр Александрович, раз уж мы вас могли видеть в нашем сюжете, и не просто так мы вас пригласили, то есть вы с первого дня начали принимать активное участие в электронной компании. Как представитель молодежной организации, глава ее, почему это надо и почему именно молодежи нужно обязательно поучаствовать, прийти в каждом этапе, в том числе и оставить свою подпись? Я хочу начаться с того, чтобы мы все обратили внимание, насколько в нашей стране она вообще социально ориентированная страна и развивается социальная сфера. Социальная сфера, я считаю, и я думаю, многие меня поддерживают, что это фундамент страны. Как будет учиться ребенок, воспитываться, развиваться, как, не дай бог, при болезни поддерживать здравоохранение системы. Это будущее. Вот так и будет развиваться дальше страна. Я считаю, что, я уверен в том, что каждый молодой человек, который до сих возраста 18 лет, в первую очередь оставит подпись за кандидата в президенты и поддержит ту политику, которая сейчас развивает социальную сферу. Потому что каждый молодой человек может заниматься чем угодно. Мы иногда ошибаемся в своих профессиях. Мы меняем, мы можем получить второе, третье высшее образование, попробовать себя во многом. Какая вообще у нас сейчас поддержка молодых специалистов, молодых семей, какое внимание. Работай, все двери для тебя открыты. Ну и даже если вы вдруг еще не определились со своим выбором, у нас было сказано в сюжете, можете оставить подпись под каждой фамилией. Это не запрещено. За каждого. За каждого. Поддержать, а потом уже будете смотреть программы и выбирать. Но все-таки есть же какие-то принципы свои внутренние. Вот Диана тоже, я знаю, была на этом пикете, оставляла подпись. Может, есть какие-то советы, раз уж мы говорим о молодых, по какому принципу выбрать своего кандидата? Об этих людях есть информация в интернете. То есть можно почитать биографию, ознакомиться, что человек уже сделал, чего он достиг, и, соответственно, уже сделать правильный выбор. А ты вот по секрету нам скажи. За одного кандидата ставила свою подпись? Ну, пока еще выдвиженцев кандидаты. Или нескольких? По секрету скажу, за одного. По секрету всему телеканалу «Беларусь-4-могиле». Так, Михаил Михайлович, давайте теперь ко взрослым перейдем. Потому что все-таки мы понимаем, что это серьезный выбор каждого гражданина. На что ориентироваться? Я считаю, что вообще, и как гражданин страны своей, я уже тоже сделал выбор. Первый день. Первый день проведения этой кампании. Сделал, сходил с семьей, с женой, с детьми. Вот как Александр Александрович, по примеру. Потому что мы тоже должны этим учить наших детей. Мы понимаем значимости этой электральной кампании. И я считаю, что каждый голос очень важен и значим. И каждый гражданин нашей страны должен сходить и сделать свой выбор. Напоминаю, до 6 декабря собираются подписи. Даже если к вам придут домой, откройте, скажите «Спасибо, что пришли, но я уже свою подпись оставила». И заметьте, как все четко и очень мирно, тихо, организованно происходит. Вспоминаю 2020 год. И вот эти непонятных кандидатов в карусели. Что можно сказать? По сравнению с 2020 годом, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но белорусское общество сделало определенные выводы. Свои шишки набило. Набило шишки в придачу трагический, я сказал бы, опыт соседней нашей братской страны, я имею в виду Украины, продемонстрировал гражданам, что надо ответственно и осознанно подходить к вопросу выбора и предоставления права конкретному человеку баллотироваться на высший государственный пост. Это мероприятие, которое уже проходит, по-моему, уже шестой день идет. Это этап сбора подписей в поддержку конкретных кандидатов, кандидаты президента Республики Беларусь. В связи с повышением политической и правовой культуры наших граждан. Мы видим, что это эфемерное, я бы сказал, комичное сопровождение пикетов, которые были в 2020 году, провоцирование на агрессию. Ушли. Граждане действительно осознанно и рационально ответственно подходят к выбору конкретного кандидата, будущего кандидата в президенты. И надо дать тот факт, что мы видим действительно явного фаворита, не зря от молодежи обращают на это внимание, тот факт, что у Александра Егоровича Лукашенко, как кандидата в президенты Республики Беларусь, есть и народ видит, что показать, и народ видит, что же он сделал за 30 лет. Мы имеем страну, которая прошла развитие от пустых полок, от пустых кастрюль, от невыплат заработной платы. Теперь мы видим страну, которая является символом социально-экономического развития, обеспечения прав и свобод граждан, и самое главное в современной геополитической ситуации, это донорам мира и стабильности на Евразийском континенте. Да и буквально на днях появилась инфографика по статистике поддержки президента. В Белте тоже было 80% уровень поддержки действующего главы государства. Но это же о чем-то говорит? Говорит. Я подчеркиваю, что снова граждане сделали выводы. 2020 год действительно открыл ноги глаза. И теперь я думаю, что граждане действительно подходят осознанно и ответственно к тому, что 7-е Всебелорусское народное собрание проходило под лозунгом «Время выбрало нас». У меня сегодня и мерч тоже про время выбрало нас. И действительно сейчас время выбрало и молодежь, и среднее поколение, и людей третьего возраста, как говорят, для того, чтобы они осознанно сделали выбор для будущего нашей страны и нашего народа. И раз уж мы говорим про 7 ноября, уже вот сколько у нас событий произошло. Конечно, главный день, это, главные, скажем, события, это день Октябрьской революции. И президент еще в 2019 году журналистам, отвечая на вопрос, обозначил, почему этот день мы оставили праздничным. Давайте послушаем этот фрагмент. Мы оставили этот праздник. Ну хорошо, оставили праздник. И что? Надо же какую-то идеологическую основу, надо же как-то людям объяснить, зачем нам этот праздник. И тогда я предложил, слушайте, ну давайте вот в Советском Союзе было, это не только к этим праздникам и к другим, подарки народу. Давайте 7 ноября будем заканчивать социальные объекты, стройки, и будем народу дарить эти подарки. Поэтому была такая идеология этого праздника предложена. Но мы понимаем, что Беларусь отличается тем, что она отмечает этот праздник, да, Дмитрий Александрович? Да. И везде, даже постсоветские все отмечают. Мы являемся единственной страной на постсоветском пространстве, где отмечается день Октябрьской революции. Надо отметить, что это не просто так, наряду то, что революция проходила под лозунгом социальной справедливости, если утрировать слова Владимира Ильича Ленина и соответствующей программы РСДРПБ большевиков, то здесь, в принципе, закладывался принцип социальной справедливости. Но надо отметить тот факт, что для нашей страны, для беларусов, прежде всего народа, день Октябрьской революции – это первая ступенька создания независимого, суверенного государства. Именно в рамках Советского Союза мы получили право на создание Советской Социалистической Белорусской Республики. И именно за период существования Советского Союза мы совершили соответствующий шаг в социально-экономическом развитии, культурно-духовном строительстве, кроме того, в конституционном, в государственном строительстве, в этническом собирании, в собирании этнических территорий, на которых проживает Беларусь. Мы вышли на международную арену. Страна БССР, а мы как правоприемники, Республика Беларусь как правоприемница БССР, является страной-учредительницей организации объединенных наций, которую, как видим, президент покритиковал на климатическом саммите с точки зрения того, что это превратилось в бюрократическую организацию, которая несколько подменяет основы, которые были заложены в рамках создания данной организации. Поэтому день Октябрьской революции для нашего народа, для нашего государства, это, я бы сказал, веха в государственном строительстве и в народной истории. И отказываться его на пустом месте невозможно, как это сделали. Тем более страны, с Российской Федерацией, я бы, может быть, действительно понял бы ситуацию, но остальные союзные республики, которые получили независимость и право на национальное строительство, которое было предоставлено именно по результатам деятельности большевиков и декрета Владимира Ильича Ленина о праве нации на самоопределение, было реализовано именно после и в результате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Ну и мы все прекрасно понимаем и видим, что инициаторами, заводаторами, активными участниками являются члены Коммунистической партии Беларуси Михаил Михайлович. Что сегодня делает партия? Давайте про областную организацию поговорим. Сколько у вас человек насчитывается? Чем занимаетесь вообще? На сегодняшний день в рядах Коммунистической партии насчитывается более 1200 товарищей. Чем занимаемся? Работаем, развиваемся, общаемся, проводим много мероприятий, также обучаем наших коммунистов и политическим моментам, активно принимаем участие в нынешней электральной кампании. Также, что интересное у нас было в этом году, мы проводили в декабре текущего года такой интересный конкурс «Назад в СССР». Интересное было событие. Все районы, первосекретари со своими коммунистами представили, рассказали, что было то историческое, то ценное, что было в СССР. То есть, значимо интересное выставка предметов, средств быта, чем пользовались, чем ели такое интересное для молодежи, то, что молодежь, в принципе, не знает. И никогда не видела. Даже те же самые деньги, которые были раньше, то есть, молодежь не знает о них, как они выглядят. Вот, поэтому, ну, это один из таких интерьеров был. Что мы вообще планируем в ближайшее время проводить? В декабре, в январе планируем мы проводить выборы, такой правовой экскурс, сделать выборы, откуда, зачем. Также планируем час общения, сделаем выбор вместе. То есть, побеседовать, рассказать, пригласить таких опытных коммунистов наших, которые с опытом, которые еще в свое время в СССР принимали участие и в электоральной кампании, и других, чтобы они поделились с молодежью, с нашими, с молодыми коммунистами. Ну, и не только с молодыми, может быть, кто-то еще планирует вступать. Молодежный парламент. Молодежный парламент обязательно. Да. Мы приглашаем Белорусско-Республиканских союзов молодежи. Молодежь всегда приглашаем. Да, всегда соглашаем. Общественное объединение приглашаем. То есть, чтобы они поделились, как это было, для чего это было, о значимости, о важности вообще электральной кампании, как раньше проходили, как сейчас. И, ну, конечно, затронуть все моменты, как жили, как развивалась наша страна. Вот даже за эти 30 лет, которые сейчас вот руководит глава государства у нас Александр Григорьевич Лукашенко, «Как было, что стало, к чему мы пришли». А вот молодежь что думает? Есть у вас какие-нибудь фанаты СССР? И что вообще вы думаете про день Октябрьской революции? Ходите ли вы на митинги? Были 7 ноября? Да, конечно, были. Молодежь, в принципе, всегда, и я могу еще раз сказать, всегда помнит всю историю. Если не всю, то изучаете, да? Да, конечно. Потому что вот как раз говорили, да, то есть встречаются с молодежью. И это нельзя не отметить, потому что у нас много диалоговых площадок, и мы имеем возможность сегодня слышать, что было, и не давать никому переписать историю. Какая бы она ни была, но она есть, и нужно сохранять историческую правду. Конечно же, мы сходили на митинг, мы возложили цветы, и планируется у нас телемост с Колпинским районом Санкт-Петербурга, как раз посвященный вот дню Октябрьской революции. И что будете обсуждать? Мы решили провести такую, как бы, игру, можно сказать, викторину, квиз. То есть они придумывают нам вопросы, а мы придумываем им вопросы. И, соответственно, вот будем общаться. Это и международное сотрудничество, и как раз возможность, возможно, узнать что-то большее. Может быть, мы чего-то и не знаем. И вот это невероятная возможность узнать больше. Вы потом с БРСМ проведите, пожалуйста, такую же игру. Потому что БРСМ тоже участвует в мероприятиях, посвященных Великой Октябрьской революции. Уважаемая Виталина, разрешите, пожалуйста, еще к вам обратиться. Разрешите. У нас с коммунистами, когда я сюда шел, было принято решение. Вас, ваш проект очень интересный. И у нас есть к 80-летию освобождения от немецко-фашистских закопников. Есть такая интересная медаль, памятная медаль. И мы хотели бы от коммунистов Могилевской области вам, Петру Сеевичу Виталине, вручить. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам за мою первую медаль. Нужно делать подарки к 7 ноября. Ну вот от коммунистов вам. Прекрасный подарок. Прекрасный. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Успехов вам большое. Вот и пропали у меня все слова. Обезоружили. Обезоружили, да, полностью. Так вот мы говорим о том, что молодежь тоже принимает активное участие. Пользуется популярностью у вас Советский Союз? Конечно, принимаю участие в праздновании дня Октябрьской революции с семьей. Это традиционно. Я вся молодежь, конечно, я всегда своей семьей везде по возможности. Я согласен с коллегами то, что Октябрьская революция – это одно из тех событий, которые стали основополагающими становлением современной Республики Беларусь. Идеология Советского Союза, она приемлема нам. Вот именно те черты, постулаты идеологии не приемлемы нам, как нации белорусов. Это трудолюбие, взаимопомощь, патриотизм. А я хочу немножко остановиться, вот как Белорусский Республиканский Союз молодежи является правоприемниками комсомола. И в комсомоле была заложена хорошая традиция, студотрядовское движение. Кто стал первым на восстановление страны после Великой Отечественной войны? Это всесоюзные комсомольские стройки. В этом году мы отмечали, это Целина, это БАМ. В этом году было 60-летие БАМа. До конца месяца работает выставка на ВДНХ в Доме Республики Беларусь. Мы принимали участие в открытии, наши студенческие отряды принимали участие. И вот те традиции, вообще студенческие отряды это своя субкультура. Со своими традициями, распорядками, уставами, песнями, со знаками, орденами. Совсем полностью. Это отдельная субкультура, которая сейчас в тренде у молодежи. А та основа, она заложилась во время Советского Союза комсомолом. Той школой жизни комсомол был плечом, локтем, поддержкой для каждого молодого человека. И сейчас Белорусский Республиканский Союз молодежи продолжает эти лучшие традиции. Да, мы немножко интерпретируем под современность, под будущее. Но та основа, которая была заложена нашими предками, она сохраняется. Потому что лучше этого уже никто не придумает. И раз уж мы опять возвращаемся к 7 ноября, принято дарить подарки. Я уже свой подарок сегодня получила. Но подарки получили и, конечно, жители Могилевской области. В Осиповичах открылась новая школа. Давайте посмотрим сюжет. Далеко не каждый школьник может похвалиться, что вот так торжественно для него начинается новая учебная четверть. Нормативный срок сдачи этой школы в Осиповичах стоял до 31 декабря. Но при усилиях властей и стараний строителей, отличный объект готов значительно раньше. За это им и самые искренние слова благодарности. Сегодня они, эти добрые люди, любуются, делаем своим. За это мы их уважаем, любим, низки неблагодарим. Школа рассчитана на 955 мест, в том числе 75 мест в детском саду. И это очень важно для молодого микрорайона, который динамично развивается. Как у тебя сегодня настроение? Отличное. Почему же оно у тебя такое хорошее? Потому что я рада, что открывается новая школа. Я хочу учиться. Она очень хорошая, мне нравится очень. Долго ждали эту школу открытия. И вот уже наступил этот день. Скажите, где вы живете здесь? Мы рядышком здесь живем, да. 15 минут о ходьбе школы. В среднюю школу номер 5 имени Крыловича дети и взрослые уже успели назвать храмом образования. Тут современные классные кабинеты, новейшее образовательное оборудование. Познакомилась с новой своей школой? Да. Рассказывай, какая она? Красивая. Тут много очень дружелюбных людей. Например, стоматология. Обычных школах-то ее нету. Или тренажерные залы всякие. И меня удивляет размеры большого спортзала. Детский садик, потому что он самый миленький там. Не смущает, что будете с малышами под одной крышей учиться? Не смущает вообще. Для того, чтобы детям было комфортно, тут постарались сделать самую современную образовательную территорию. Мечты сбиваются. И когда-то, наверное, лет 7 назад я была в гостях в одной из столичных школ. И мне очень захотелось, чтобы у нас в городе тоже это было. В школе два кабинета информатики, четыре лингофонных кабинета. Все они оборудованы. У нас здесь работает карта учащегося, пропускная система привязана к карту учащегося. Сегодня перед школой стоят очень серьезные и важные задачи. Это не просто центр знаний, это не просто социокультурный центр. И те задачи, которые сегодня стоят перед педагогами, они имеют сложность со звездочкой. Но уверен, то профессиональное мастерство, которое они имеют, преданное своему делу, они позволят не просто подготовить ребят для будущей жизни, но и воспитать настоящих граждан и патриотов нашей страны. Посмотрите, какое суперучреждение современное строится в обычном районном центре в Осиповичах. И такие уже есть в Беларуси, но я уверена, что по такому же принципу они дальше будут и новое строиться. И это не только там про школу, больницы, какие сейчас крутые. Даже в тех же районных центрах можно сделать практически любую операцию. Беглые мерзавцы про это почему-то забывают, даже не забывают, а специально умалчивают. И всегда очерняют все усилия, которые делаются в Беларуси для белорусов. Ну а что им остается делать, когда власть, президент, местные органы власти, управление своими делами показывают, что они действительно строят государство для народа. Когда действительно у нас реализуются все принципы социального государства. Если мы реализуем концепцию, которую сформулировал глава государства, сильные регионы, сильная страна. Вот, пожалуйста, мы видим в Осиповичах строится соответствующий объект. Я знаю, что, например, 7 ноября в Чаусах открывали мосты, то есть транспортная коммуникация. Мы видим начало реконструкции трассы Р-122, которая будет соответствующей скоростной, повысит инвестиционную транспортную привлекательность нашего региона. Такие же вот было марафон единства. В Пинске мы видим, какие тоже произошли соответствующие. Открыли объекты центральной районной больницы, по-моему, в Пинске. То есть государство поступательно, целенаправленно делает свою работу. Она выполняет свой социальный контракт в отношении граждан. Граждан им доверят. Ну а люди, которые заходятся за рубежом, которые в искаженном виде, как в разбитом зеркале, смотрят на действительность нашей страны, оторваны от этого, пытаются скользить. Потому что, как в том советском мультике, говоря в рамках «Баба-яга против». Что бы мы ни сделали, они всегда против чего-то. Но народ здесь живет, и мы видим соответствующее настроение и на пикетах по сбору подписей, и соответствующее количество присутствующих на митингах, на государственных мероприятиях, в республиканской акции, которую на этой неделе принимает наша Могилевская область. Марафон демонстрирует о том, что народ доверяет власти, что власть действительно выполняет взятые на свои обязательства. И гарантом этого выступает наш лидер Александр Егорович Лукашенко. Все для детей и молодежи. И действительно, Александр Александрович говорил, хочешь работать кем-то – работай. Хочешь вдруг поменять – поменяй свою сферу деятельности. Приноси только пользу обществу и своей стране. Что молодежь может предложить для государства? Председатель молодежного парламента Диана, чем занимаетесь? Неужели вы решаете какие-то серьезные государственные вопросы? Молодежный парламент, в принципе, у нас, если уже мы затронули, я расскажу немножко, поделюсь на две палаты. Это детская и подростковая, куда входят школьники. То есть один представитель из учреждения образования. И взрослая палата. Туда входят студенты, ребята из колледжа и предприятие. Один человек с предприятия Тысячника. То есть у нас в парламенте собрались абсолютно все. Вот вся молодежь, которую можно охватить. Это один представитель только. И, конечно же, я не могу не отметить, есть прекрасная акция «Вальс Победы». И она была инициирована молодежным парламентом 10 лет назад. И мы сохраняем, как бы, те традиции, которые были. Ну и, конечно же, мы и придумываем свое. Вот, например, мы запустили экологическую акцию «Капля жизни». То есть где у нас сентябрь был очень жаркий. И вот мы начали размещать максимально во всех соцсетях, что мы запускаем такую акцию. И я хочу сказать, что очень много молодежи, и не только, подключились, и они поливали растения возле предприятий, возле своих учреждений образования. И даже дети из детского сада. То есть это не может не радовать, что вот мы можем что-то придумывать, инициировать, и нас всегда поддержат. И это очень важно. Без поддержки мы бы, наверное, не смогли реализовать то, что мы реализуем. Это и международный проект. Мы сотрудничаем и с Хабаровском, и с Клопинским районом Санкт-Петербурга, и Тобольск. То есть это наши... И Можики, а уже столько у них партнеров. Да, да, да. Это наши города-побратимы, которые приезжали к нам в Могилев. Соответственно, мы с ними познакомились. Будет им круглый стол, диалоговая площадка. Мы общались, и мы на этом не остановились. Ну это здорово. То есть мы начали развивать, да. И это очень здорово, что мы имеем на самом деле такие возможности. Вот еще отличительной особенностью парламента является то, что вы всегда в тесной связи с властью города, да. То есть вы и с мэром Александром Викторовичем Студневым, и ваш, ну скажем, куратор, да, Максим Клавич Гурин. И насколько я знаю, вот мы просто общались с Дианой до этого. Она говорит, у меня была сумасшедшая идея, кто ее поддержит. Говорит, давайте с депутатами сыграем в волейбол. Вот расскажи немножко об этом. Как это было? Да, мы посмотрели в интернете, там как раз был, это мы были, у нас был субботник. И вот на этом субботнике как раз мы работали с властью города, с депутатами, с исполнительной властью. И у нас возникла идея, вот был Всемирный день здоровья, и мы решили вот просто ни с того ни с сего предложить Максиму Николаевичу вот поиграть в волейбол. Просто товарищеский турнир. Ну как бы он согласился, ему нужно отдать должное. Это тот человек, который не просто говорит, а делает. Мало того, что он ее поддержал, он собрал депутатов, с нами еще играл в налоговой службе. То есть потом на базе них мы как бы и проводили этот турнир. Ну молодежный парламент, понятно. И сами депутаты, и лично Максим Николаевич сам стал и играл. То есть он не сел, он не просто организовал «Идите играйте», а он конкретно делами нас поддерживает. И это вот просто дорогого стоит, когда действительно нас слышат и слушают. Кто победил? Друговая. Все понятно. Ну смотрите, заговорили про международную такую повестку, уже участие молодежи на международной арене. Александр Сергеевич Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, недавно вернулся из Китая, был саммит ШОС, точнее молодежи стран ШОС. Что он вам рассказал? Расскажите нам. Ну вообще все наши визиты, они практиковоориентированы, и на молодежной площадке ШОС было достигнуто... Кстати, это тоже было в дни Октябрьской революции. Да, седьмого числа. Седьмого числа. Были достигнуты договоренности, подписано двухстороннее соглашение между Центральным комитетом БРСМ и Комсомолом Китая. Определены три вектора, по которым будет дальнейшее сотрудничество и развитие. Первое, это у нас работающая молодежь, сфера АПК и наукоемкая сектор экономики. То есть наша молодежь, которая работает в сельском хозяйстве, может в Китай съездить на обмен опытом. И поделиться опытами наоборот. Второй вектор у нас развития сотрудничества будет школьная молодежь, а в частности это патриотическое воспитание и преемственность между общественными организациями. И третий вектор, это у нас связано с высшими учебными заведениями, это организация лекторских площадок именно на базе ведущих вузов нашей республики Беларусь и Китая, именно по обмену опыта работы со студенческой молодежью. Ну, я считаю, что это очень результативный, продуктивный получился визит в Китайскую Народную Республику, что не может не радовать. Поэтому молодежи сельского хозяйства, школьников и студентов, прошу приготовиться. Скоро у вас очень много интересных будет путешествий. Мировая политика, мировая арена, международное сотрудничество классно, но главное принимать участие активное в жизни своей страны. Мы уже упоминали марафон единства, который шагает по Беларуси, и вот он пришел к нам на Могиленщину, Бобруйск и Могилев готовятся. И Бобруйск уже вот в эти выходные принимает марафон единства. Очень-очень много будет мероприятий для молодежи. Встречи с известными людьми Беларуси, не скучные они лекции, концерты, экскурсии, квизы. БРСМ тоже будет активно там принимать участие. Политические партии. Политические партии. Общественное объединение. Поэтому для каждого там будет чем заняться. Но все-таки, почему важно прийти всем и каждому, желательно, по возможностям, тем более это пятница, суббота, приходите, участвуйте. Почему? Вы знаете, я вообще приглашаю всех. Мы, коммунисты, тоже выставляемся на марафоне единства. Вот будет очень интересная выставка. Мы организуем интерактивные игры, какие-то у нас будут свои фишечки. Мы разыгрываем различные призы. Акции у нас будет. Очень много можно в чем поучаствовать. Будет выставка «Назад в СССР». Приглашаю всех посетить и город Бобрусь, и город Могиле выставку. Напомню, что старт марафона единства дал президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября. И БРСМ, я уже сказала, активное участие там принимает. В рамках такой насыщенной программы я бы хотел остановиться именно на двух моментах. Первый и в городе Бобруське, и в городе Могиле будет открытие арт-объекта. Он был нарисован по инициативе Беларусского республиканского союза молодежи. Он себя представляет уже немножко... Может, вы нам там сильно не рассказываете, что будет... Да, пускай интрига сохранится. Карты не буду открывать, хорошо. Но я хочу сказать, что именно в реализацию этого проекта вклад внес каждый студент, каждый молодой человек, который отработал в рамках студенческих отрядов. Будет открытие арт-объекта в городе Бобруське. Это улица Народного единства 18. И в городе Могилеве это Фатина 4Е. И уже с понедельника у нас идет активная регистрация для участия квеста. Это все мое родное, которое будет проходить в городе Бобруське. А со следующего понедельника уже откроется предварительная регистрация для участия квеста в городе Могилеве. Что для этого нужно? Собрать команду от 5 до 10 человек, зарегистрироваться предварительно, получить обратную связь, что команда принята, получить время своего прохода. Либо уже по месту прихода на месяц зарегистрироваться и принять участие. Лучшие команды получат хорошие призы. Стимул. Конечно. Еще такой есть и материальный, не только моральный. Диана, а ты что скажешь по марафону? Наверняка знаешь, что за мероприятие. И почему ты думаешь, что нужно все-таки прийти туда? Данные мероприятия показывают, что в нашей стране делается абсолютно все для того, чтобы мы оставались едиными и мы развивались. То есть это на самом деле огромная возможность узнать намного больше. И вот даже нам сказали, что команда от 5 до 10 человек. Соответственно, это командный дух. Да, мы придем. Это действительно объединяет нас всех. И невозможно не прийти. Это все делается для нас. Я постараюсь прийти везде, успеть, скажем так. Но на молодежном парламенте на квесте должна быть обязательно. Мы придем. И не одна. Ну да, нас много. Поэтому придем. Я знаю, что будет очень здоровский масштабный галоконцерт. Поэтому приходите, регистрируйтесь, участвуйте, узнавайте информацию в наших соцсетях, в новостях. Вы обязательно смотрите, мы все будем там показывать. Дмитрий Александрович, последнее слово за вами. Вот эта акция, которая охватывает все регионы нашей страны, свидетельствует о том, что, несмотря на то, что мы все разные, мы молодые, пожилые, опытные, молодые специалисты, члены партии, беспартийные. Но мы все едины. Мы должны быть едины в желании обеспечить поступательное, устойчивое развитие нашей страны и сохранить мир на этой земле. Чтобы потом передать вот это вот все богатство, которое мы создаем здесь и сейчас. Создавали для нас наши деды и прадеды. Мы могли спокойно передать нашим потомкам. И вот этот марафон единства свидетельствует о том, что белорусы получили хорошую прививку противостоять принципу наших, так называемых, недружественных стран, которые действуют в отношении той страны, где они хотят посеять хаос, принцип разделяя власть. Так вот, марафон единства – это прививка против цветных революций, потрясений и хаоса, который пытаются обеспечить на евразийском пространстве, в том числе на территории нашей страны. Ну а глава государства чувствует это, и не зря он сказал, что единство – это сила нашего народа. И поэтому данная акция в условиях электоральной кампании еще больше подчеркивает значимость сохранения чувства единства среди наших граждан. А я процитирую еще одного руководителя нашего губернатора Анатолия Михайловича Исаченко, который сказал, есть единство, есть победа. Поэтому вы помните об этом, уважаемые наши телезрители. Это была программа «В полный голос». Встретимся в следующий четверг. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok